Музыка Итак, согласно Организации Объединенных Наций, 9 декабря, то есть сегодня, какое событие у нас, по какому поводу мы с вами собрались? Что такое картины? Потребление государственной властью для получения выгоды в личных целях. Это нечестное поведение в процессе принятия решения. Я бы начал нашу с вами беседу, наш с вами диалог именно с нашей темой, или с нашей проблемой, которая на сегодняшний день существует. Это действительно очень важная тема и очень важная проблема, которая на сегодняшний день есть. Проблема, которую не победили еще ни в одной стране мира. Это социально опасное явление, очень страшное явление, которое во всех государствах признается особо тяжким преступлением. Наравне с убийствами и так далее, с другими тяжкими преступлениями. Или появилось в те времена, когда появилось общество. Естественно, когда появляется общество, появилась власть, появился продукт распределения. Вот у нас сейчас говорят много о коррупции, да, и в принципе коррупция у нас в России присутствует, она есть. Причем она есть в достаточно крупных масштабах, она есть практически во всех сферах. Начиная там от социальной, заканчивая с системой правоохранителя. Почему так? Ну, я бы, наверное, сказал потому, что у нас коррупция была издревле заложена в нашей системе управления. В Китае на сегодняшний день за коррупцию не на смертная казнь. Как как бы борьба ни была, и какая смертная казнь была бы не введена, все равно в Китае коррупция, к сожалению, процветает. Они находятся на 80-м месте на сегодняшний день. В таких странах, как Саудовская Аравия, как за воровство коррупционерам отрубают руки, очень успешно победили коррупцию в такой стране, как Гонконг. У нас, к сожалению, остается зла не очень радужно, я бы сказал, не очень хорошо. Потому что коррупция, она, конечно же, есть везде, и мы с ней боремся. То, как вы будете себя позиционировать в обществе, то, как вы будете делать первые шаги, первые действия в этом обществе, все будет зависеть от вас. Один нарушает закон, второй нарушает закон. Вот то, что мы сейчас живем и мы пытаемся бороться с этим страшным проявлением, это и есть пока что отголоски в 90-х годах. Почему у нас все так сложно? Потому что коррупцию, она проникла во все сферы деятельности. Мы с ней боремся. А как мы боремся? Ну, я уже, наверное, и так лишнего много сказал, мои коллеги все-таки расскажут. Каким путем, как нужно бороться? Что вы должны для этого делать? И какие рычаги у нас для этого есть? Поэтому спасибо за внимание. Вы мне туда же делаете. Спасибо. Организация Объединенных Наций в 2004 году решила сделать этот день таким. Праздника не подразумевалось. Подразумевалось, с одной стороны, внимание к этой дате, внимание именно к такому социальному явлению, как коррупция, и как большее внимание к нему, как антисоциальному явлению. Президентом в 2008 году у нас был Дмитрий Анатольевич Медведев. Он издал указ о том, что необходимо бороться, да, в противодействии с коррупцией и объявил начало действия национального плана противодействия коррупции. Он был впервые у нас принт в 2008 году, да, на два года. С тех пор он продлевается каждые два года. Вот на сегодняшний день действует план, установленный уже президентом Путиным в 2018 году, на 2018-2020 год. Нужно начинать с себя. Нужно именно понимать каждому человеку, что нельзя жить вот по таким пословицам и поговоркам. Бытовая коррупция, потому что вот действительно мы привыкли. Медицина, всё что угодно, да, образование, любые услуги, к которым мы привыкли, мы часто считаем устройство на работу, выражение «меня устроят, тогда мне место держат» и так далее. Это уже сложившаяся, да, ситуация. Самое главное, чтобы у людей изначально не было желания давать взятки. Спасибо. 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 Спасибо.